Всем привет! Люди, желающие обставить свой дом растениями с пользой, ищут такие, которые не просто радуют глаз, но и привлекают удачу, любовь или деньги. Существует множество растений, которые считаются позитивными в плане энергетики, они показаны для размещения в квартирах и домах. Если выбрать их правильно, а затем хорошо ухаживать, они способны ответить добром и отблагодарить своих хозяев улучшением их благополучия и богатства. И о таких растениях мы вам расскажем. Итак, проехали. Красула овальная. Не знаете, как привлечь в дом достаток? Посадите красулу. В России этот бодрый суккулент с мясистыми листьями называют толстянкой или денежным деревом. Забегая вперед скажем, что у американцев денежным деревом считается совершенно другое растение. Какая связь между толстянкой и деньгами? Круглые листики, опадая на землю и высыхая, становятся серебристыми и напоминают монеты, вероятно, поэтому и считается, что растение приносит хозяевам дома богатство. Родом денежное дерево из Африки, но первыми магические способности толстянки открыли жители древнего Китая и специалисты куфэншуи. Размножается толстянка практически любой своей частью. Обзавестись красулой стоит уже ради одной процедуры обогащения. Так считается, что финансовый магнетизм толстянки будет мощнее, если отщепнуть саженицу зажиточных знакомых. Цивилизованно покупать толстянку в магазине для финансовой магии почему-то противопоказано. Высаживать ее нужно тоже в рамках ритуала. Горшок для денежного идола требуется новый, непременно красный, зеленый или черный. Иногда встречается совет закопать под корни монету. У толстянки, как и у всех суккулентов, есть период роста и период покоя. Период роста с февраля по сентябрь. Растения нужно регулярно, раз-два в неделю поливать. Можно даже иногда подкармливать, но не обязательно. А вот в период покоя лучше отстать от денежного дерева и поливать его не чаще раза в месяц. Иначе вместо красивого кустика у вас вырастет монстр с длинными голыми стеблями. Цветет толстянка в домашних условиях редко, но если уж зацвела, то это точно к деньгам. Замиакулькас. В России его иногда называют долларовым деревом. Решение для тех, кто предпочитает держать дома мультивалютный набор зелени. Как и красула, это финансово полезное растение размножается всем подряд, семенами, черенками, клубнями и даже листьями. Последний способ самый длительный. Лист нужно закопать в землю на треть, накрыть банкой, поливать, ухаживать, восхищаться, и тогда примерно через полгода из-под земли появится второй листочек. Это значит, что сформировалась корневая система и растение прижилось. Более быстрый способ – срезать стебель с почкой. Почку закапывают в землю до первого листа и дальше ухаживают за саженцем, как за обычным растением. Замиакулькас неприхотлив, спокойно переносит периоды засухи, не нуждается в частом поливе и трепетном уходе. Если вы засушили растение и оно избавилось от мелких листиков, просто начните поливать его снова, и замиакулькас заколосится. Даже если долларовое дерево не сделает вас миллиардером, утешайтесь тем, что это модное украшение интерьера. Только не подпускайте к нему детей и животных. Все части валютного красавца ядовиты, кактусы тоже считаются растениями, приносящими деньги. Молва приписывает им агрессивную энергетику, усиливающую деловые качества владельца, улучшающую его умственные способности и препятствующую транжирству. Кроме того, кактусы якобы отпугивают воров. Эти колючие денежные растения неприхотливы в быту. Они спокойно живут без регулярного полива, поэтому подойдут даже самым забывчивым цветоводам. Кактус угробить практически невозможно, главное поставить его на солнечный подоконник и не слишком часто поливать. Из-за колючих кактус не рекомендуют ставить в спальне или детской, считается, что это может испортить отношения домочадцев, особенно если его метнуть в обидчика. А вот на кухне, в кабинете или в офисе ему самое место. Размножаются кактусы, как правило, специальными отростками, детками, уже имеющими зачаточную корневую систему. Они просто откручиваются от материнского растения. Виды, не производящие деток, можно размножить черенкованием. Герания, она же пеларгония, в отличие от кактуса, считается цветком с исключительно положительной энергетикой. Ставить ее можно в спальнях, детских офисах, гостинах. Везде она приносит удачу, мир, благополучие и достаток. Для усиления финансового эффекта рекомендуют размещать эти денежные цветы рядом с другими ярко цветущими растениями, например, азалией. С геранью вы не прогадаете, даже если денег больше не станет. Эти лечебные комнатные цветы, богатые фитонцидами, буквально оздоравливают воздух в доме. Листья герани – излюбленное средство народной медицины. Их применяют для лечения разных недугов, от простуды до, извините, геморроя. Герань охотно цветет и неприхотлива в уходе. Все, что ей требуется, больше света и полив без избытка. Несмотря на свою африканскую тоску по засухе, это все-таки не суккулент. Поливать герань надо один-два раза в неделю, а жарким летом и чаще. Чтобы она обильно цвела, держите денежный цветок в тесном горшке. Самый простой способ заполучить собственную герань – отщепнуть от взрослого растения верхушку черенок, минимум с четырьмя листочками, прорастить корни в воде, а затем высадить в грунт. Но из семян вырастить ее несложно, просто дольше. Порядочный росток появится у вас месяца через два. Бугенвилия. Этот яркий денежный магнит родом из Южной Америки, хотя особое признание в роли финансово-благополучного получил в Азии. Цветки у бугенвилии мелкие и невзрачные, а за красоту цветения отвечают яркие предцветия треугольной формы. Тонкие листья напоминают бумагу и ассоциируются с денежными купюрами. Отсюда еще одно народное название бугенвилии – бумажный цветок. В теплых широтах бугенвилия – растение садовое, некомнатное. Этот роскошный кустарник быстро разрастается и создает красивые кущи. Длинные до 5 метров, ветки способны шипами цепляться за опору, поэтому их можно использовать как ампельное растение. В домашних условиях бугенвилия так не разрастается, но все равно растет неплохо, молодое растение рекомендуется пересаживать раз в год. Бугенвилию можно активно подрезать, формируя красивую пышную крону. Делать это рекомендуется летом после цветения или осенью, удаляя длинные и кривые ветки. Черенки, оставшиеся после обрезки, подойдут для размножения бугенвилии. Особых хлопот при выращивании бумажного цветка нет. Тропическое растение любит свет и не любит влажный грунт, поэтому поливать летом ее нужно 1-2 раза в неделю, а зимой еще реже. Цветет бугенвилия в период активности весной и летом, а зимой может лишиться всех своих листьев и стоять голой, не пугайтесь, это нормально. И не начинайте активно поливать цветок, он загниет. Лучше переставить его в более светлое место. Вообще бугенвилию лучше без нужды не таскать по квартире. Она не любит, когда меняются условия проживания и чуть что, избавляется от листвы. Правда, если новое место ей понравится, светло, тепло и сухо, листья она отрастит по новой. Аукуба? Если с теплом, светом и деньгами в доме не очень, лучше завести себе аукубу. Этот азиатский кустарник как раз любит полутень и умеренную прохладу. Листья аукубы покрыты ярко-желтыми пятнами, из-за которых ее прозвали золотым деревом, и приписали растению золотоносные способности. Правда, если вы перестараетесь с тенью, красивые желтые пятна на листьях пропадут. Растение при этом может чувствовать себя отлично. Аукуба ядовита, так что лучше не знакомить ее с детьми и животными. Естественные условия произрастания аукубы довольно влажные, поэтому она нуждается в регулярном поливе весной и летом. Зимой необходимо опрыскивать листья. Кроме того, рекомендуется пересаживать ее раз в год, осторожно переваливая земляной ком в горшок побольше. Обрезка кусту только на пользу, он становится пышнее, есть возможность сформировать красивую крону. Размножается аукуба черенками, верхушками побегов, на которых должно быть не менее трех листьев. Сцендапсус – еще одно легендарное азиатское растение, которое обещает зазвать в дом деньги, мир и гармонию. Во всяком случае, так считает Фэншуй и вместе с ним многие жители Юго-Восточной Азии. К сожалению, в России сцендапсус почему-то окрестили мужигоном, то есть изгоняющим из дома мужчин. В отличие от аукубы, которая куст, сцендапсус – лиана с длинными быстро растущими плетьми. Ограничить их рост можно, подрезав стебли, но ветвиться при этом они не станут. Если вам хочется пышное растение, сразу высаживайте несколько плетей в один горшок. За счет бурного роста и плотных густых листьев, сцендапсус подходит для вертикального озеленения и формирования зеленых стен. У комнатного сцендапсуса несколько разновидностей. У одних на листьях серебристые пятна, у других – желтые. Ассоциативные связи с богатством, те же, что у аукубы, но само растение менее привередливо. Ему походит обычная комнатная температура и обычное рассеянное освещение. Если у вас окна залиты ярким солнцем, можно отодвинуть сцендапсус вглубь помещения. Главное – соблюдать режим полива, не переливать, но и не пересушивать. Тогда лиана будет радовать вас пышной разноцветной листвой. Размножается сцендапсус черенками, образующимися при обрезке растения или отводками, участками ветвей с воздушными корнями. Как и аукуба, сцендапсус ядовит. Драцена сандера. Ее еще называют сандериана или вслед за китайцами счастливый бамбук. Фэньшуй считает бамбук символом финансового процветания. Но выращивать настоящий дикий бамбук, приносящий богатство, в комнатных условиях невозможно. Поэтому на его роль азиаты назначили заместителя – драцену сандера. Это неприхотливое растение способно переносить практически любые условия содержания, расти в грунте или без него, терпеть обрезку отростков с листьями и закручивание ствола. В общем, все те ухищрения, с помощью которых ее превращают в желанный бамбук. Ухаживать за драценой несложно, главное – хорошо поливать. Но изогнивание корней допускать нельзя. Поэтому, если драцену высаживают в грунт, в горшок кладут побольше дренажа. А если держат в воде, то периодически ее меняют, промывая сосуд и декоративные камни. Драцену можно держать и в гелиевых шариках, и в разноцветном песке. К свету счастливый бамбук не требователен, его даже можно засунуть в ванну без окна. Правда, совсем без солнца растение может и побледнеть. Размножается драцена отростками или черенками, кусочками стеблей или верхушками. Отрезая кусок от растения, не забывайте закрывать срезы негорячим воском, чтобы они не загнили. Фэньшу и велит внимательно отнестись и к количеству стеблей в горшке. Три стебля нужны для счастья, пять приносят богатство и удачу, семь крепкое здоровье. А если вы хотите все и сразу, выращивайте пучок из 21 стебля. Лимон. Бодрый цитрус, тоже любимец даосской практики. Его энергетика гасит ссоры и конфликты, помогает хозяину зарабатывать больше. По фэньшу и сажать растения, которые приносят деньги в дом, нужно в красный горшок, ставить в юго-восточной части жилья. Первую свалившуюся на вас финансовую удачу рекомендуется отдать на благотворительность, чтобы открыть денежный поток. Но и ухаживать за своим лимоном нужно правильно, потому что лучший период для привлечения денег, когда домашнее деревце плодоносит. Чтобы растение чувствовало себя хорошо, пересаживайте его по мере роста в горшки покрупнее, используя специальный субстрат для цитрусовых растений. Поливайте, когда грунт подсохнет, и не допускайте переохлаждения зимой. Для красоты и образования плодов крону деревца нужно прищипывать и обрезать. Вырастить его можно из косточки самого обычного магазинного лимона, но развитие растения в полноценное дерево займет годы. Укоренить черенок с 4-5 листьями выйдет гораздо быстрее. Но можно и просто купить готовое деревце. Пахера – правильное название денежного дерева родом из Южной Америки, которое пользуется популярностью у привлекающих богатства в США, Китай и Японии. Пахера – разновидность баобаба, родственник хлебного дерева. Растет она очень медленно, поэтому ее редко выращивают самостоятельно, чаще покупают готовое растение. Стоит оно недешево, так что без легенды о чудесном влиянии на бумажник пахере было бы непросто расселиться по планете. Повзрослев, денежное дерево начинает ветвиться. Для пущей красоты несколько саженцев высаживают в один горшок, а потом специальным способом переплетают им стебли в косичку. Раз в год верхние побеги срезают, формируя крону. Главное украшение растения – большие зеленые листья и необычный ствол. Из-за формы листьев пахеру также называют малобарским каштаном. В комнатных условиях дерево почти не цветет. Пахеру не рекомендуется слишком часто поливать. Летом только когда подсохнет верхний слой субстрата, зимой реже периодически просушивая земляной ком. Ярких солнечных лучей растения не любят. Лучше отодвинуть его немного от окна. А вот прохладу денежное дерево наоборот переносит хорошо. Оптимальные температурные условия для него – 20 градусов летом и 15 зимой. Если будет жарче, растение не погибнет, но вероятно вытянется в длину и потеряет в красоте ствола. Делитесь мнением в комментариях. Подписывайтесь на канал и ставьте лукас вверх. До новых встреч, мои хорошие! Субтитры создавал DimaTorzok